Добрый день, господа и примкнувшие к ним дамы. Это инстаграм. Евгений не ляпай столом, потому что он трещется. Шути, прокурорский столист. Просто у нас поверхности не всегда ровные. Или дела не вмещаются. С одной стороны лежит дело. В общем, по наличию Евгения вы можете понять, что дорого-богатого вискаря не будет, но зато по наличию заднего фона вы можете понять, что мы на даче. Как говорится, на что набухал, там и снимаем. А, кстати, что мы сегодня, Евгений, будем пить? Мы же будем пить кое-что. Нам сегодня привезли подарок. Причем подарок необычный, если навести камеру на этот подарок, он запоет. Друзья, дело в том, что не отказывайте себе в удовольствие привозить мне или Евгению алкоподарки. Мы всегда рады снимать такие обзоры. В общем, прокурорский стол открывается, а в прокурорском столе у меня нет не та птица, которая сейчас кукарекает, а коноплянка, господа. Причем не просто коноплянка, а настойка горькая с семенами. На семенах конопли. Да, настойка горькая. Сразу, значит, пройдемся по составу. Здесь вода питьевая подготовленная. Спирт этиловый, ректификованный из пищевого сырья Альфа. Сок березовый, спиртованный. Спиртованный настой зубровки. Кстати, вот поэтому здесь и появился Евгений, потому что зубровка это по нашей с ним части. Ароматный спирт имбиря. Спиртованный настой тысячелистника. И спиртованный настой семян конопли. Спиртованный настой душицы. Спиртованный настой чем лица. Спиртованный настой цветков липы. Ароматный спирт зверобоя. Сахар. Ароматный спирт эфирного масла мяты. И мед натуральный. Короче, все там лица Менделеева в одной бутылке, Евгений. Лекарство, а не алкоголь. Я не знаю, мы с тобой походу должны лечь. Это надо было пить утром, на следующий день. Кстати, мы с Евгением вдвоем в кепках. А знаете почему? Потому что мы догадались сесть против солнца. Но оно же нас слепит. Поэтому, поэтому наличие козырьков обязательно. Поэтому нет, это не вечеринка ваххабидов. Нет, это не рэперская туса в стиле баста. Это просто вот такая вот... Ну что, смотрю на бутылку. Знаешь, что же у нее самое интересное? Что как? Самое интересное в этой бутылкой то, что я сказал. Не-не-не, не надо. Тут понятно, если навести вот на QR-кодик, за чирикой... Запоет птичку. И снова привет! Соскучились, наверное? Да, это снова я, коноплянка. И сегодня вас ждет что-то особенное. Настоящие горькие настойки. Дикая клюква с кислинкой и ароматом северной ягоды. Жгучий перец. Аж дыхание перехватывает. Ну и настойка на семенах конопли. Для улучшения, так сказать, настроения. А впрочем, что это я? От всех наших настоек хочется не просто жить, а петь. Так что пробуем все? Я настаиваю. То есть, настоиваю. Да, но самое в этой бутылке знаешь что? Веселое. Ну конечно, белорусские акциз, он заклеил, ну... Это чтобы ты не потравился, государство тебя заботится. Ты рассказывай что-нибудь, потому что мне же надо найти... На самом деле, эта коноплянка, это достаточно не новая линейка, она есть на сайте производителя Минскристалл, ее делают. Да. Но вот она, почему-то у них, насколько мне не изменяет память... А именно Минскристалл? Да, Минскристалл. Никакой другой... Ну, ты же почитал. Ну, Минскристалл, на сайте она... Я не почитал, кто... О, Минскристалл, вот теперь почитал. Вот. На сайте Минскристалл я ее увидел где-то в прошлом году, либо позапрошлом, и она почему-то была, вот эта марка коноплянка, она была в отделе экспорт. То есть, в белорусских магазинах она не продавалась. И только буквально пару месяцев назад она продавалась. Знаешь, что сегодня Олег Игоревич не молодец, потому что он ножик особо не взял. Не надо, ты рассказывай дальше гадости свои. Так я могу, я могу зубами. Я тоже могу зубами. Но нам же интересно вскрыть. Говори, говори, говори. Вот, что еще сказать об этой лодке? Да долго бы на тебе еще про нее говорить. Я даже не знаю, ты можешь крутани ее. Да я уже... Себя. На кого? На кого ж ты нас... Минскристалл? Вас проклясть надо за такое. Два страждущих человека, у которого... Хорошо, что у меня есть нога наверху. Почти. Это же ключа с собой нету. Я не взял нож, потому что... Дожди, стой! Да! Да? Да! А, во, да даже смотри. Так а что она не была видна? Потому что ты не отклеил с этой стороны. Ага, да? Я так и не молодец. Все. Нет, оно просто... Вот я сейчас подцепил и... Все нормально. Ура! Кстати, знаете, что самое интересное? Нас оператор, который снимает, он прибежал радостно с ножом. Он успел сбегать на кухне за ножом. Но мы... Мы смогли. Да. Возможно, конечно, я не все наши мучения оставлю, я часть вырежу. А ты поставишь дисклеймер, что прошло два часа. Ну, не два часа, но две минуты мы это открывали. Мис Кристалл, серьезно, вот будь я страждущим, я бы на вас уже обиделся. Ладно, проверяем чпук. Ну, чпукнуло. Ну, как-то чпукнуло. Настойка горькая. Ну, кстати, вот она по цвету. Видно, что это настойка, да? То есть, понятно, что это нифига не водочка. Но мне интересно, знаешь что? На Белальфе. На Белальфе, да? Да. Не самый мой любимый спирт. Ну, как, для водок я его не очень люблю, потому что он достаточно пустой в запахе, а? Пахнет детским лекарством от кашля. Нет. Ну, как? Я зубровку прямо чувствую. Ну, да, зубровка есть. Ну, она есть. Зубровка есть. Сладостью пахнет. И мята есть, она хорошо. Мята, она в запахе, даже тут ее учитывая, что мало она там на предпоследних местах, но мята вот есть. Но запах не противный. Сейчас, возможно, она еще быстрее. Причем вот эта вот именно перечная, да, она есть. Невероятно, да. Но пить мы будем рюмкой сначала, Женя, поэтому поставь. Конечно, да. Давай с тобой сразу бахнем по рюмахе. В общем, друзья, мы с Евгением пьем первую. За реп. Ну, смотри. Конопля за реп же. А, конопля и реп. Да, ребят. Конопля и реп. Йоу. Кепка в тему. Ну, значит так. Во-первых, пьется это достаточно легко. Женя, конечно, после есть, но оно такое больше глубинное. Значит, что я почувствовал? Во-первых, я почувствовал сладость. Во-вторых, я почувствовал мяту. Это сильно прямо мята. Вот, но она чувствуется откровенно. Она бьет в рецепторы. И она даже сейчас у меня при выхлопе мята фигачит. У меня на усах сладость. Так если делать? Я не могу так делать. У меня губа здесь. У тебя усы, а у меня губа. Я тебе хочу сказать, что это неплохая настойка. Это, конечно, не зубровка. Ну, которая как бы... Ну, зубровка немножко такая пожёстче должна быть. Зубровка пожёстче, но она и не ассоциирует всякая зубровка. И ты знаешь, что эта настойка сегодня вполне вероятно, вот когда шашлычки подойдут. Ну да, 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 да. Ты знаешь, я вполне себе могу её пить. Я могу себе представить, как я её пью. Да. Первая рюмка, и она зашла прямо хорошо. Ну, откровенно, без какого-то... Ну, мне даже реально не хочется не закусить ничего и ни отделения нет. А сколько она стоит? 8-9 рублей. Ну, 8-9, да. 8-9 мне показывают, да? То есть, ну, окей, хорошо. Слушай, ну, за 8-9 рублей, по крайней мере, это продукт. Да. Какой-то продукт. Давай, Евгений, по второй, что мы долго тянем и как раз проверим, как она закусывается. Хотя она, в принципе, и чистым зашла ничего. Но мне кажется, вот если долго её пить... Ну, ладно, я это скажу после второй. Я вот... Сырочком. Вот, да. Я сейчас после второй скажу ту фразу, которую я хотел сказать после первой ещё. Она неплохо заходит. Она не жжётся. Ребят, с утра будет у вас такой выхлоп. Ну, я не знаю про выхлоп с утра. Выхлоп будет. Но мне... Понимаешь, Женя, в чём проблема? Ну, это со всеми вкусовыми вот этими вот вещами, со многими. Угу. Если выпивать этого... Вот тем более мы с тобой быстро достаточно пьём, да? Мы долго говорим в начале и более-менее в конце. А в середине мы выпиваем там раз в минуту, раз в две. Так вот, если такую... Ребят себе можно. Если такую... Если её пить 3-4 рюмки, она вам надоест. Ну, её сложно пить, как на пьянке пить. Ну, да. Это прикольный вкус. Это интересно. Это необычно, наверное. Это неплохо... Знаете как? Вот это неплохо бутылочка, когда у вас человек пять сидит. И вы вот, допустим, сели... На рыбалочке не спеша. На природе, на рыбалочке, там где-то в лесочке. Когда у вас стоит задача выпить не больше одной бутылки. И у вас... Нет. У вас, кроме неё, может быть, ещё что-то, но не такое. Нет. А это вот как начальное, аперитивное. Вот до того, как за всём причесть. И когда вы по рюмочке по две, а на пять-шесть человек это разольётся, грубо говоря, по две рюмочки, это вся бутылка уйдёт, да? Вы получите удовольствие от того, что вы выпили не гадость какую-то. Рецепторы разогреете, сами разогреетесь. И при этом дальше у вас нормальная пойдёт пьянка человеческая. Если вот взять вот эту вот на пятерых, извините меня, пять бутылок, проклянёте сами себя. Тяжело будет пить. Откровенно будет тяжело. Знаешь, для таких напитков, я думаю, мы когда-нибудь с тобой введём рубрику вот для этих напитков, как оно из пластикового стаканчика. Потому что, серьёзно, надо когда-то это вводить. Ребят, вот оно мне сейчас в голову пришло, и я, наверное, это сделаю. Потому что, реально, вот эти же напитки, в основном, тем более лето, выпиваются на природе. Ну, надо, наверное, это делать. Тем более, что у нас в прошлых обзоров ещё остался запас разных там. Ну, может быть, да. Мы, кстати, с Евгением, может быть, недопитки с прошлых обзоров когда-нибудь... Сведём в один ролик. Снимем какой-то видос. Один общий. Может, мы с тобой даже где-нибудь на фоне леса когда-нибудь возьмём с собой раскладной столик какой-нибудь и снимем, если мы сможем это сделать. Вот. Ну что, давай по третьей. Потому что, ну, прикольненько. И заодно я вот колбаски попробую это запустить. Ну, я так тебе скажу... Выпей потом. Я так тебе скажу, что Минский Стал, ну, в очередной раз не разочаровал. Ну, если так можно сказать. Ну, кстати, да. Вот это задание... Я, в принципе, могу понять, почему это стояло там, допустим, в экспортной линейке, там, последних два года на сайте. И этого не было в магазинах. Ну, 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 ну... Имеет право на жизнь. Не скажу, что это прямо что-то бомбическое, но... Это прикольно. Под эти весёлые речи я дошёл до четвёртой. Да, и будем... Которая у нас будет крайняя. Да, сейчас мы будем с тобой... О, смотрите, с другой руки лью всё. Проклинать меня не умеют пить. Ай-яй-яй. Да что это такое? Давай этих гневных комментариев с левой налил, а? 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 Вот это вот... Есть же такие люди, которые меня смотрят? Говорит, если его есть, напишите мне, что слева наливать нельзя. Да? Ну, ещё стихнул Япинского завода. Говорит, ты вообще ничего не разбираешься. И так. Ну, что? По... По запаху. По запаху. Запах приятный. Сладость. Легкая. Единственное, что мне реально вот отдаёт, ну, вот этим вот... лекарством от кашля. Ну, они, наверное, скорее всего все такие. Туда посмотри, вот тебе оператор намекает. Лекарством от кашля немножко отдаёт. Но это вот неприторно. Это классненько. Это, ну, интересно. В принципе, наверное, это напиток я когда-нибудь всё-таки ещё раз возьму с собой, когда поеду на дальнее расстояние в маршрутке. Потому что... Я знаешь, куда это возьму? Я, скорее всего, вот если я на дачу к родителям уеду... Да. А с папой вот на обед, на дачке, мне кажется, у меня папа с удовольствием со мной вместе вот это вот там пригубит. И, может, даже мама попробует и скажет, что ничего. Бутылка интересная, классно сделанная по дизайну, с интересным этим маркетингом. Значит, слушай, Женя, всё хорошо. Про бутылку рассказывать. Я хочу рассказать немножко про себя, про запах, да? То есть вот Женя говорит лекарством. Это не лекарство, это... Ну, мне напоминает. Это мята, душица, это просто набор трав, и он создаёт... Да, 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 да. Ну, лекарства от кашля, они все на наборе трав. Да, 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 совершенно верно. Поэтому такое его ощущение. Что касается вкуса, здесь больше во вкусе мята и сладость вот чувствуется. И лёгкая перечность, лёгенькая такая, совсем-совсем. Да. То есть, ну вот... Вот поэтому и сказал, что она немножко напомнила... По оценке в бюджетном сегменте, я бы сказал, баллов 7. А ты знаешь, я с тобой, наверное, и соглашусь, и... То есть это не тянет на какие-то там 8-9 типа, что это что-то такое воу, но это и не 5-6, которые такое, ну, типа, окей. То есть это такое что-то посерединке. И при этом я прекрасно понимаю, почему тебе тогда не понравился Немиров груша. Потому что там реально сахар. Вот на уровне этого там реально сахар. Вот это настойка, которая настойка должна быть. Здесь есть сахарочек, но он такой... Ну что, всё, будем заканчивать. До новых встреч, за ваши лайки, подписки, за то, чтобы были репосты, комментарии, все ритуальные действия с колокольчиками и прочими различными... Лайками, дизлайками, все полезные ссылочки внизу под в описании. И обязательно... В общем, заходите везде, пишите, комментируйте и рассказывайте, что вы хотите увидеть от нас. Да, и обязательно читайте описание под роликом, потому что Олег старается, он пишет иногда не на один абзац текст. А иногда на три предложения, потому что мне лень. Ха-ха-ха-ха-ха. В общем, до новых встреч. Можно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok